МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Национального телевидения Чувашия, информационная программа Республика. В студии Александр Базаров и сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Взрывоопасный вторник. За один день в Чебоксарах сразу по двум адресам искали бомбы. Инвестиции в будущее или Центр молодежного инновационного творчества. Все ближе и ближе. Что нового ждет нынешних выпускников на едином госэкзамене? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в самый разгар рабочего дня в центре Чебоксар было оцеплено здание арбитражного суда. Экстренные службы приехали сюда по тревожному звонку. Поступило сообщение о заложенной бомбе. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, пожарные, взрывотехники и кинологи. Людей эвакуировали за считанные минуты. Причем не только из арбитражного суда, но и из близлежащих зданий. В нескольких метрах отсюда расположены строительный факультет Чувашского государственного университета и второй лицей. На свои рабочие места и в студенческие аудитории люди смогли вернуться только спустя полтора часа. За это время кинологи осмотрели все здание. Бомбы и других подозрительных предметов эксперты не обнаружили. Сейчас полиция устанавливает личность звонившего. Телефонному террористу грозит серьезное наказание. До трех лет лишения свободы. Как нам стало известно, ложное сообщение о заложенной бомбе повлияло на работу суда. Было перенесено несколько заседаний. В Чебоксарах уже не в первый раз закладывают бомбы по телефону. Правда, раньше псевдоподрывников интересовал только торговый центр «Мегамол». Эти преступления без наказания не оставались. По случайному стечению обстоятельств сегодня спецслужбам пришлось выехать на еще одно подобное происшествие. В посылке что-то тикает. Такое сообщение поступило сегодня в полицию от перепуганных сотрудников одного из почтовых отделений Чебоксар. Чем закончилась история, смотрите прямо сейчас. Машины с мигалками, оцепление, люди в форме и эвакуация. Рабочий день сотрудников почтового отделения по улице Энгельса пошел не по плану. Оператор заметил странное тиканье в одной из международных посылок. Нас всех выгнали. Кто-то вон шляп, в Шлепанск даже вышло. Вон все вон там стоят, туда-сюда выбежали. На вызов приехали кинологи собак. И четвероногие сыщики ничего взрывоопасного не учуяли. Тем не менее рисковать жизнями людей не стали, оцепление не сняли. Тем временем на место прибыли взрывотехники. Волнительное ожидание длилось недолго. Спустя буквально 10 минут специалисты вышли из здания. Опасного чего нет. Игрушка детская просто. Вкрыли там игрушка, мячик, внутри шарик катается. Вот поэтому звуки были. Металлический шарик и все. А вот и он, злосчастный нарушитель общественного спокойствия. Импортная игрушка. История оказалась со счастливым концом. Недовольными остались, пожалуй, только сотрудники почты. Из-за времени, проведенного на улице, у них осталось много недоделанной работы. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика. К другим новостям. Если вокруг вас двигаются роботы, работают 3D-принтеры, сканеры, приборы, лазерные резки. И всем этим заправляют молодые интеллектуалы. То вы попали на машинстроительный факультет ЧГУ. Там сегодня открыли Центр молодежного инновационного творчества. Знакомьтесь, это биолоид. Танцевать робота научили его создатели, студенты 3-го курса машиностроительного факультета. Конечно, модель это демонстрационная. Но именно на таких учатся конструированию и программированию те, кто в дальнейшем будет создавать сложные промышленные механизмы. Но на так называемом производственном полигоне можно начерченные детали распечатывать. В прямом смысле слова. Здесь студенты учатся работать с 3D-принтером и сканером. Лаборатория 3D-моделирования занимает совсем небольшую аудиторию. Но на масштабы проектов это не влияет. Здесь создают модель настоящего корабля. Мы занимаемся проектом по реставрации первого линейного корабля, который был создан Петром Первым в эпоху, когда страна у нас подымалась. Кстати, корабль не останется в виртуальной реальности. По данному проекту изготовят настоящую модель судна. Ее как памятник установят в Санкт-Петербурге. Производственный полигон, лаборатория робототехники и 3D-моделирование. Это все площадки Центра молодежного инновационного творчества. На его создание выделялись средства из республиканской и федеральной казны. Ведь если семена идей посадить в плодородную почву технических возможностей, должны вырасти хорошие специалисты, уверены эксперты. Мы верили в молодежь. Мы верим в молодежь и надеемся на вас, что на самом деле и машиностроительная отрасль, и строительная отрасль, и другие отрасли будут получать новые идеи, новые продукты для того, чтобы товар или услуги, которые будут производиться на потребительском рынке, были востребованы. Кстати, ждут в Центре не только студентов. Для младших школьников в Центре запустили курс совместных занятий родителей с детьми. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика. С какими вопросами чаще всего обращаются к властям жителей районов? И насколько оперативно муниципальные чиновники решают проблемы? Об этом зашла речь на расширенном совещании с главами районных администраций. В поездку дня в Кучеле четыре насущные темы. Все они станут руководством к действию для местных властей на ближайшие годы. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Ни один вопрос местных жителей не должен оставаться без внимания районных властей. Открывая совещание, глава республики отметил, что после своих рабочих поездок в муниципалитеты он держит на контроле, как чиновники исполняют поручения. Проблем немало, и их необходимо решать. Где вопросы связаны с финансовыми средствами, которые в бюджете нет, конечно, в среднесрочной перспективе мы будем их предусматривать. В десяти муниципалитетах в прошлом году недосчитались собственных доходов. На последних позициях этого антирейтинга разместились Аликовские и Янтиковские районы. Темпы роста там не превысили даже 100%. Причем в этом году должны увеличиться расходы на реализацию указов президента страны, в частности на повышение заработной платы. Меньше всего сейчас получают работники отрасли культуры. За красную черту так называемого индикатива опустились многие муниципалитеты. У нас за 2019-2013 годы в муниципалитетах создано 214 учреждений культуры. Вопрос, почему? В последующем вы не можете управлять ими, в свое время на отчетности срывается. Решить эту проблему необходимо в ближайшее время, отметил глава региона. Работа клубов на селе должна быть оптимизирована. Но против их закрытия выступают местные жители. В некоторых районах находят выход из положения. Оптимизацию делаем. Не площадки оставляем, например, не библиотеки содержим, а площадки, чтобы центральные библиотеки поселенческие приезжали и обслуживали. Повысилась с начала этого года и плата за детский сад. Рацион питания малышей привели в соответствие с санитарными нормами. Их необходимо соблюдать. Хотя по итогам прошлого года некоторые муниципалитеты представили необычные отчеты. До школьных учреждениях Порецкого района кормить детей умудрялись три раза в день. Причем всего за 25 рублей. Просто родители приносили необходимые продукты питания и обеды. Сам удивлялся, что готовились практически за символическую сумму. А в целом по району, когда сложили, вот такая сумма. Глава республики отметил, что впредь такого допускать нельзя. И в Чебоксарах, и в сельских районах плата за питание в детских садах должна быть доведена до единого уровня. Муниципальные чиновники обязаны разъяснить местным жителям, из-за чего выросли цены. Медрик Ковалев и Николай Яковлев. Республика. Изменений в правилах сдачи единых государственных экзаменов в этом году не будет ужесточаться лишь требования к организации проведения выпускных испытаний. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции заместитель министра образования Чувашия Светлана Петрова. Что надо знать выпускникам и их родителям в нашем репортаже? По-прежнему испытания в форме ЕГЭ можно будет сдать по 14 предметам. Из них русский математика обязательна, остальные по выбору. Самым популярным остается общество знания. Его вознамерились сдавать свыше 5000 человек. На втором месте физика, свыше 2500. История – 1820 выпускников. Правда, не факт, что после экзаменов цифры сойдутся. Ребята выбирают предметы с запасом, и педагоги их в этом поддерживают. А вот чего Минобор не рекомендует, так это использовать всякие ухищрения, особенно технические. Меняется организация контроля в виде наблюдения, видеорегистратор. У нас не будет онлайна, у нас оффлайн. У видеорегистратора сидят представители государственной информационной комиссии, специально обученные. Второе новшество – это пропуск на пункт проведения экзамена через металлоискатель. Кроме того, предприняты дополнительные меры защиты против добрых людей, выкладывающих задания в интернет. В этом году все контрольно-измерительные материалы будут в девяти вариантах по количеству часовых поясов России. Больше того, Рособорнадзор уже забросил в сеть множество кимов по всем предметам. Кто хочет, пусть решает. Разумеется, аналогичных заданий на ЕГЭ не будет, но, похоже, обязательно попадутся. И еще одно новшество – творческие задания из части С, скорее всего, будут проверять в других регионах. Все это и многое другое делается с одной целью – получить максимально верные результаты. Пока же Рособорнадзор сомневается в том, что выпускники честны во время экзаменов. Нарекания есть ко всем регионам, в том числе и к Чуаши. У нас в прошлом году заметно выросло число ребят, набравших от 80 баллов и больше. Но, тем не менее, из года в год увеличивающиеся результаты, итоги ЕГЭ, они не коррелируются результатами участия ребят на Олимпиадах. Другим фактором, который показывает высокий уровень подготовки школьников – это Всероссийские предметные олимпиады. Но на предметных олимпиадах мы в 2011 году входили в дюжину, так называемую «золотую десятку», а потом в 2012-2013 году наши показатели начали все снижаться, снижаться, снижаться. Кстати, в Минобре есть специальные памятки для выпускников и их родителей, как готовиться и как вести себя на ЕГЭ. Соответствующие рекомендации размещены и на сайте министерства. Все они сводятся к тому, что лучший способ успешно выдержать испытания – использовать только собственные мозги. Многим помогает. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Героям следующего репортажа только предстоит сдавать ЕГЭ. Школьники на Учебоксарска показали свои знания за пределами республики. Шестая гимназия города Спутника всегда славилась учениками. На днях со Всероссийской Олимпиады вернулись девятиклассники. С ними встретились мои коллеги. Стипендиант главы республики, отличник Никита Никитин на днях вернулся из Смоленска. Там он соревновался в знании истории на Всероссийской Олимпиаде. История интересовала молодого человека с детства. Родители всячески поддерживали его в этом. Читали с сыном энциклопедии, ходили в исторические музеи. В четвертом классе Никита спокойно мог дискутировать о наполеоновских войнах. Сейчас он больше интересуется древностью. В классе в седьмом и в восьмом я понял, что реализовать свои знания я могу в Олимпиадах. И стал участвовать именно в Олимпиадах сначала городского, потом регионального, потом, как выяснилось, всероссийского уровня. Отбор на Всероссийскую Олимпиаду был жесткий. Сначала Никита стал лучшим знатоком истории в городе, а потом отправился защищать республику в Смоленск. Там стал сильнейшим среди девятиклассников в третьем туре, где защитил проект изучения Сибири в первой половине 17 века. Хотя я его, наверное, больше всего ожидал и больше всего боялся. Там надо было по проекту составить проект и потом его рассказать, о нем рассказать, передать всю информацию залу. Но это было страшно и сложно одновременно. Для продолжения учебы Никита рассматривает только ведущие московские вузы, а потом еще более далеко идущие планы – работа в правительстве России. Учисляя 6-й гимназии отмечают целеустремленность своих ребят. В этом году мы уже в десятый раз, то есть 10 лет подряд, становимся победителем, абсолютно победителем, среди школ города по результатам городских предметных олимпиад. Из 222 участников у нас на сегодняшний день было 73 призера и победителя городских предметных олимпиад. Что касается республиканских олимпиад, то тоже урожай очень хороший у нас в этом году. Урожай действительно удался. Ульяна Василькова на днях вернулась из Санкт-Петербурга с Всероссийской олимпиады по мировой художественной культуре. Девятиклассница стала призером. Вся олимпиада была по Шекспиру, что неудивительно, потому что в этом году ему исполняется 450 лет. И это было очень интересно. Меня даже похвалили за первый тур, сказали, что у меня самый максимальный балл в девятых классах и пригласили в их университет. Ну то есть олимпиаду проводил университет технологии и дизайна. Мне было, конечно, это очень приятно. Ульяна после окончания школы собирается продолжить обучение в культурной столице России. Татьяна Трофимова, Антон Вовк, Республика. Сегодня, 8 апреля, в администрации Чебоксара отметили тех, кто прочувствовал олимпийские и паралимпийские игры изнутри. Волонтеры одного из вузов Чувашии сегодня получили благодарственные письма. Волонтерство на олимпийских и паралимпийских играх позволило им получить неоценимый опыт, познакомиться с замечательными людьми. Более 100 волонтеров одного из учебных заведений Чувашии внесли свой вклад в олимпийские соревнования. Когда мы видели на экранах наших телевизоров чувашский флаг и знакомые лица, мы так гордились, мы дорадовались. И очень важно понять, какую лепту вы внесли лично как волонтерам. Эти игры, делятся волонтеры, были самыми зимними. Олимпиада получилась по-настоящему домашней. У нас у каждого свои вспоминания, у нас у каждого множество новых друзей. Поистине игры стали для нас новой семьей. Все приобрели новую семью, новую волонтерскую семью, которую я очень надеюсь, что каждый из нас сохранил. И поистине здесь мы объединились не только как волонтеры Чувашской республики, мы объединились как волонтеры, как молодежь всей нашей России, да и всего мира. 25 апреля Национальное радио Чуваши отмечает первый юбилей. Пять лет со дня выхода в эфир. Юбилейный год радищики решили отметить проектом Дни национального радио в районах республики. На этой неделе марафон приняли жители Канашского района. Наша съемочная группа отправилась вместе с коллегами. Со своими радиослушателями журналисты Национального радио Чуваши встретились в здании администрации Канаша. В зале был полный аншлаг. Канашцы были рады увидеть тех, чьи голоса звучат в их радиоприемниках и желали творческому коллективу еще больше интересных передач. Я радио, национальное радио, ежедневно слушаю. Они у меня и днем, и ночью передачи ведут. И потом, при том, Чувашское радиовещание, оно передает такие красивые песни. В рамках марафона радиожурналисты разделились по интересам. И уже дальше каждый из них общался на свои темы. Старший редактор радио Роза Деменцова отправилась в пенсионный фонд. Владимира Егорова интересовали вопросы культуры на селе. Валентина Громова познакомилась со знаменитыми писателями района. Родион Архипов пообщался с афганцами. Олег Прокопьев, начальник продюсерского центра, по традиции отправился в гости к мастерам прикладного искусства. В этот раз в двери нашей съемочной группе распахнула семья Николая Миронова. Он занимается вязанием крючком. В 1986 году он лишился ног. И в трудное время его поддержали родители и супруга. Именно она подтолкнула Николая к созданию таких шедевров. Платки, салфетки, подушки и даже предметы одежды. Все это связано руками Николая Миронова. В безденежные времена он и своих детей одел. Сначала схему зарисовывал в тетрадь. Сейчас черпает идеи из интернета. Его работы участвуют в выставках. Об этом говорит множество наград. Правда, о себе народный умелец предпочитает молчать. Перед камерой смущается. В честь пятилетия национального радио Николай Миронов подарил Олегу Прокопьеву пять памятных салфеток и вязаную лошадку. Какая красота. Вообще не всякий может вязать такую красоту. На этой неделе эфир национального радио «Чуваши» украсит выпуски из Канажского района. Оксана Замятина, Николай Яковлев, Республика. До 2020 года отремонтировать все спортивные залы сельских школ. ЦИК партии «Единая Россия» на селекторном совещании обсудил финансирование этого проекта. О том, как проект «Детский спорт» коснется «Чуваши» нам рассказала депутат Госдумы Алена Аршинова. «Чувашская республика попала в эти пилотные регионы. Сейчас очень важно, чтобы Министерство образования списало эти объекты и чтобы все спортивные залы, которые нуждаются в реконструкции, а где-то они просто должны быть заново построены, чтобы вот этот план графиком был сформирован. Мы понимаем, что очень часто селяне уезжают из своих территорий, со своих родных домов для того, чтобы воспитывать и растить своих детей в городах, потому что там развита инфраструктура, потому что дети живут сегодня, потому что некогда сдать завтрак, когда придут средства. И я, конечно, надеюсь, что селяне будут оставаться в своих родных селах с тем, чтобы дети ходили в нормальные, современные школы и чтобы там были хорошие, современные, комфортные, продвинутые спортзалы. Вот на эту программу будет в этом году направлено 1,8 миллиардов рублей. На последующие планируется увеличение субсидий из федерального бюджета, бюджетного субъекта Российской Федерации, для того, чтобы в сельской местности, в школах были созданы всех подходящие условия для занятий физкультурой и спортом. Также сегодня рассматривалась возможность финансирования и реконструкции культурных центров на селе. Ученикам Большекотрайской средней школы Чебоксарского района есть где проводить спортивные мероприятия. В этой школе прошла ежегодная неделя спорта. Семь дней школьники участвовали в кроссе, легкоатлетической эстафете, соревновались в силовых видах спорта и настольном теннисе. Спортивную неделю в этой школе уже несколько лет посвящают памяти Владислава Григорьева. Он был директором Большекотрайской школы с 2005 по 2008 годы. Вся работа молодого руководителя была направлена на повышение эффективности образовательного процесса, улучшение материальной базы учебного заведения. Особое внимание директор уделял здоровому образу жизни и развитию спорта. На торжественной линейке победителей и призера соревнований были награждены грамотами, медалями и ценными призами, электронными книгами и колонками для компьютеров. Все школьники получили сладкие призы. До 15 апреля, потратив всего 5 рублей и 50 копеек, можно спасти жизнь ребенка. Подробности благотворительной акции смотрите в нашем сюжете сразу после выпуска новостей. Не переключайтесь. Я же с вами прощаюсь. До свидания. Журнал «Выбирай» в рамках народной ресторанной премии «Золотая вилка» уже в четвертый раз проводит конкурс детского рисунка «Хочу стать поваром». В редакцию журнала «Выбирай» с 15 февраля поступают рисунки со всей Чувашии. В этом году в редакцию поступило рекордное количество работ. Более 1400. Дети вместе с родителями рисовали работу на свои любимые темы. Ужин дома, процесс приготовления еды дома. Все рисунки вывешены на сайте «Золотая вилка». Любой желающий может зайти и проголосовать. Проголосовать за понравившийся рисунок можно на сайте «Чебоксары.голденвилка.ру». Справа находим баннер «Хочу стать поваром». Кликаем и переходим в раздел «Голосование». Выбираем понравившийся рисунок и отправляем смс с кодом на номер 4647. За один рисунок с одного номера мобильного телефона можно голосовать только один раз в сутки. Голосование платное. Стоимость смски 5 рублей 50 копеек. Но если мы все вместе с вами до 15 апреля будем голосовать, то мы с вами при помощи этих детей, которые рисовали, сможем набрать хорошую сумму, а эти деньги мы отправим больному ребенку в Росфонд. Мы вместе с вами сможем спасти жизнь ребенка. Пожалуйста, присоединяйтесь, не оставайтесь в стороне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова